Детские сады Югры готовятся к проведению выпускных. Напомню, специально для мероприятий разработали защитные протоколы. Так что сегодня журналы дезаров, проветривание и температуры – главная часть подготовки к выпускным баллам в образовательных учреждениях. Соблюдение защитного протокола проверяет комиссия Комитета образования и науки. В Нягоне шесть дошкольных учреждений уже признали готовыми к проведению торжественных церемоний. Проверки продолжаются. Минимум четыре квадратных метра на человека. Утвержденные списки, индивидуальные графики для приглашенных. Программа не более 30 минут и никаких аниматоров. Строгий чек-лист. Требования защитного протокола содержат 16 пунктов. Мы заранее заблаговременно во взрослую поликлинику и в детскую поликлинику отправили списки участников – родителей и детей для того, чтобы поликлиника дала нам информацию о наличии, о благоприятном эпид-окружении, об отсутствии среди участников мероприятия, тех, кто находился в контакте или болеет. Строгий входной контроль, который у нас осуществляется ежедневно. И на этих мероприятиях он тоже будет проводиться в наличии средств индивидуальной защиты, маски, перчатки, измерение термометрии бесконтактно проводится. Холл Белоснежки площадью 205 квадратных метров позволяет принять 62 участника. Но в их число должны войти не только родители, но и сами дети, а также сотрудники. Поэтому на три выпускных группы зарегистрировались и прошли медицинский контроль только 28 родителей. По одному на каждого воспитанника. В приоритете те, кто переболел или поставил прививку. Мы нормально относимся ко всем ограничениям, которые существуют согласно протоколу, постановлению, допустим, губернатора нашего округа. И поэтому адекватно к этому относимся, потому что я считаю, что самое главное для наших деток – это безопасность. Пандемия нас уже ко всему приучила все правила, все строго соблюдать, и поэтому мы относимся нормально. Потому что если даже от меня нет, что без родителей будет утренник выпускной, мы это восприменим нормально. Старшие воспитанники уже репетируют номера, которые большинство родителей, к сожалению, видят только в записи. Чтобы праздник состоялся в таком формате, сады прорабатывают вопросы технической возможности. Большую помощь оказывают родительские комитеты. Родительские комитеты выступают такими активными участниками проведения этих выпускных. И на входном утреннем контроле они готовы стоять. Списки родителей они сами собирают. То есть прорабатывают с родителями все вопросы, все нюансы. Им огромная за это благодарность. Я очень рада, что многие детские сады будут осуществлять через Инстаграм прямую трансляцию. Поэтому вся семья может лицезреть это действие прекрасное. Поэтому, что хочется сказать по всем детским садам, все требования соблюдены. Что в документальном, так скажем, да, есть и приказы, и графики, и журналы. И в техническом плане есть дезары, графики уборки, проветривания и так далее. Мы очень рады, что детские сады прям подготовились. За четыре дня в органы местного самоуправления должна поступить информация о мероприятии. За три дня списки участников необходимо направить в медорганизации. Дошкольное учреждение выполнит эти требования с опережением. Общественники высоко оценили подготовку и отметили, главное, что в этом году, в отличие от прошлого, праздник для детей состоится. Елена Келян по материалам Ниаганского телеканала.